Привет, друзья! По многочисленным вашим просьбам, сегодня будет продолжение дегустации самой дешевой еды из супермаркета Пятерочка. Продается эта еда под торговой маркой Красная Цена. Ну что ж, давайте выясним, что же скрывается за низкой ценой. Колбаса классическая, масса 350 грамм. На первом месте в составе идет свинина, потом идет вода, мясо птицы механической обвалки, животный белок, куча различных добавок с индексом Е. Ну, по составу точно не скажешь, будет она вкусной или нет, нужно разрезать ее и пробовать. Стоимость колбасы 33 рубля 49 копеек. Адрес производства Республика Мордовия, поселок Торопеева. Пахнет эта колбаса вполне нормально. Бывает иногда самая дешевая колбаса, пахнет вообще отвратительно. По разрезу она тоже не смотрится как паштет. Вот так вот я ее режу и она не разваливается. Какой-то вот особо большой рыхлости в ней нет. Ну, а когда начинаешь жевать эту колбасу, то уже сразу по ее структуре чувствуешь, что она самая дешевая. Вроде так на внешний вид она кажется какой-то плотненькой, но вот начинаешь жевать и чувствуешь, что она очень-очень рыхлая. Ну и по вкусу она неприятная. Не очень приятная, я бы так сказал, что не совсем, чтобы отвратительно ее там хочется выплюнуть. Но, тем не менее, во вкусе очень сильно ощущаются специи, которые вот в этой колбасе находятся. Особенно черный перец и вкрапления эти тоже видны. А вот вкуса какого-то мяса здесь совершенно не чувствуется. Ну и так как здесь есть мясо птицы механической обвалки, то чувствуется, что есть еще мелкая костная мука. Есть ее и нету никакого желания, ну, кого-нибудь там просто покормить, каких-нибудь животных. Ну и то я не уверен, что они бы ее стали есть. Друзья, сегодня мне пришла большая посылочка от Спорти. Спорти – это легкое протеиновое печенье без сахара. Хоть это и печенье, но оно мягкое, как бисквит. Его очень удобно брать с собой в дорогу, на работу или учебу. Спорти максимально похожа на домашнюю выпечку. Содержит 10 граммов белка и примерно 130 килокалорий. Это полезное лакомство можно купить поштучно в супермаркетах Перекресток или Лента. Еще у Спорти вышел новый бокс Ассорти Топ-10. В нем собраны 10 самых топовых вкусов, включая новинки. Шоколад кокос, клубника, соленая карамель, шоколад банан, шоколад арахис, двойной шоколад, пинакалада, малиновый чизкейк, тоффи и шоколад фундук. Как вы заметили по разрезу, внутри находятся кусочки различных вкусняшек. Больше всего мне понравился вкус тофи, с кусочками ирисок внутри. Ассорти Топ-10 это отличный вариант для знакомства с брендом. А также это отличный подарок, ведь он находится в красивой индивидуальной упаковке. Это будет гораздо лучше, чем коробка банальных конфет. А теперь хорошая новость. Специально для моих подписчиков в Спорте снизили цену на Ассорти Топ-10 на Валберес на один день. Артикул товара и как его найти на Валберес вы сейчас видите на экране. А ссылка на Marketplace будет ждать вас в описании. Каша гречневая с говядиной по-домашнему. Масса 340 грамм. Больше всего в составе гречневой крупы. Также еще очень много говяжьего жира. Говядина тоже есть, но думаю ее очень мало. Из пряностей здесь перец черный и перец душистый. Каша по-домашнему стоит 45 рублей 99 копеек. Адрес производства Орловская область, город Мценск. Переложил эту кашу в тарелочку. Разогрел в микроволновке. И теперь мы можем посмотреть, что здесь находится внутри. А внутри мы видим одну сплошную гречневую крупу. Мяса здесь вообще даже не видно. Ни одного кусочка мяса я не заметил. Попробую на вкус. Самое первое, что я ощутил, это наличие какого-то песка и камней. Это все очень противно скрипит на зубах. Можно даже зубы сломать. Поэтому в этом плане довольно-таки опасная еда. Пахнет эта каша как-то неприятно. Запах какой-то вообще непонятный. Он невкусный в общем. Здесь очень мало и мяса. Здесь мяса вообще нету. А говяжьего жира, по-моему, тоже маловато. Такое ощущение, что она какая-то суховатая. Даже визуально заметно здесь очень много вкраплений черного перца. И во вкусе этот перец хорошо ощущается. В целом вкус этой каши мне не понравился. Он какой-то неприятный. Чувствуется какая-то кислинка. Не знаю, откуда она тут взялась. И запах какой-то немножко кисловатый. Такое ощущение, что тут все и порченное, что ли. И, в общем, не знаю я, по какой причине такой кисловатый неприятный запах. Но и запах, и вкус, в общем, отвратительный. И эта гречка на свои деньги никак не тянет. Потому что здесь одна сплошная крупа. Мяса здесь никакого абсолютно нету. Поэтому даже 45 рублей для такого блюда это очень дорого. Вермишель быстрого приготовления с куриным бульоном. Сделан это вермишель из муки пшеничной, хлебопекарной высшего сорта. В целом состав не полностью натуральный. Куча различных добавок. Ну и таких вот вермишелей быстрого приготовления не бывает полностью натуральных. Всегда присутствуют различные добавки. Масса 60 грамм. Вермишель быстрого приготовления. Стоимость 9 рублей 99 копеек. Адрес производства филиал Анаком. Владимирская область. Город Лакинск. Внутри идет вермишель. Пакетик с бульоном. И также пакетик со специями. Залили кипятком. Накрываем крышкой. И оставляем на 4 минуты. Лапша заварилась. Теперь это все еще перемешаем. На внешний вид лапша выглядит очень аппетитно. Попробую на вкус. По вкусу мне все понравилось. Отличная лапша. Видно, что здесь и зелень присутствует. Бульончик тоже вкусный. Здесь, конечно, нету крупной зелени. Нету ни морковки, ни овощей никаких. Ничего этого здесь нету. Как в более дорогой лапше. Но, тем не менее, сама лапша по вкусу мне понравилась. Килька в томатном соусе. Масса 240 грамм. В составе написано, что это килька черноморская, неразделанная. В целом состав натуральный, но добавлен еще уксус. Масса 240 грамм. А вот масса основного продукта, то есть рыбы, 156 грамм. Остальное это все жидкость. Стоимость кильки 32 рубля 99 копеек. Изготовлена в республике Крым, город Керчь. Внутри находится какая-то кашеобразная масса. Я бы не сказал, что тут очень много жидкости. Рыбы здесь приличное количество. Но она, конечно же, супер мелкая. Она не очищенная. Не думаю, что она будет вкусная. Но, тем не менее, сейчас вот попробую и проверю. Смотрится, конечно, это совершенно не аппетитно. Никакого товарного вида особо здесь нету. Да и цвет какой-то блеклый. То есть томатной пасты здесь очень мало. Но, по крайней мере, вкус не отвратительный. Иногда бывает, купишь что-нибудь такое дешевенькое, вот такую кильку, и вообще она не съедобная. А это, по крайней мере, еще съедобная. Хотя и выглядит вообще неприглядно. Рыба, по крайней мере, особо сильно не горчит. По всей видимости, она была еще не испорчена. Покупать такие дешевые консервы, это своего рода лотерея. Потому что они могут попасть из такого нормального качества. Не скажу, что высокого, потому что высокого, понятно, что не будет здесь. Но могут попасть из и вообще несъедобной. Рыба будет горчить. Она будет и свежая. И такие консервы только лишь выкинуть. Друзья, рекомендую вам подписаться на мой кулинарный канал «Сочные идеи». На нем я собрал только самые лучшие рецепты, лично проверенные мной. Ссылка в описании. Голландский сыр. Состав не полностью натуральный. Есть консервант, также есть краситель. Но это, надо сказать, не самый плохой состав. Состав бывает иногда сыров и еще хуже. Так что, в общем, средненький состав. Сыр голландский стоит 679 рублей за килограмм. В этой упаковке 312 грамм и общая стоимость 212 рублей. Адрес производства – Удмуртская республика, поселок Ува. Попробую порезать сыр, как он режется. Сыр довольно-таки твердый, режется с трудом. Действительно твердый сыр. Не такой, конечно, как пармезан, но все равно, я думаю, что для голландского сыра вполне нормальная твердость. Попробую на вкус небольшой кусочек. Я бы назвал этот сыр средней ценовой категории, потому что это не самый дешевый сыр. Потому что бывают сыры вообще супер дешевые, которые практически несъедобные. Ну, бывает, конечно, сыр гораздо дороже. Тут получается 600 рублей за килограмм – это, ну вот, на данный момент это средняя цена. Год назад можно было бы сказать, что это, наверное, дорогой сыр, потому что год назад он стоил гораздо дешевле. Ну и по вкусу он тоже средненький. Не сказал бы, что его хочется выплюнуть или выкинуть. Этот сыр я съем, выкидывать не буду. В общем, я думаю, что в нынешних условиях он вполне тянет на свою цену. Блинчики с мясом. Масса блинчиков 420 грамм. Из мяса здесь говядина, мясо птицы, кожа куриная, говяжий жир. Вроде бы и не совсем плохо. Ну, в общем, посмотрим, что там будет на самом деле внутри. Блинчики с мясом стоят 95 рублей 99 копеек. Адрес производства – Московская область, город Бронницы. Внутри находятся 6 блинов. Сейчас я несколько разогрею и мы попробуем их. Ну, а так вот, на первый взгляд, они смотрятся очень даже неплохо. Разогрел блинчик 1 минуту в микроволновке. Для одного этого вполне достаточное время. Ну и как мы видим, здесь мяса очень-очень маленькое количество. Начинки здесь супер мало. Сами по себе блинчики довольно-таки толстые. Такое ощущение, что там внутри много начинки, но когда смотришь внутрь, то видишь, что начинки здесь очень-очень мало. Практически даже и нету её. Вот раскрыл блинчик. Вот смотрите, какой он толстый сам по себе. Во два раза толще, чем обычный блин. Ну и вот сам фарш. Даже визуально видно, что это не мясо, это какое-то, в общем, месиво. Ну и в составе было написано, что там куча всего добавлено. 6 блинов стоят 96 рублей. В упаковке было 6 блинов. Получается, что один блинчик стоит 16 рублей. Попробовал я его. Тесто здесь неплохое, тесто мне понравилось. А вот в начинке мяса, конечно, никакого не ощущается. Ощущается только лишь одно, только что тут очень много чёрного перца. В её вкусе чувствуется только лишь одна острота. А то, что это мясо, ну, совершенно не чувствуется. В общем, начинка никакая. Да её и положили очень маленькое количество. Поэтому вот сами блины хорошие, а вот начинка, то, что они с мясом, ну, я бы так не сказал. Это с какой-то, в общем, мясообразной массой. Это что-то такое мясообразное. Но без мяса, в общем. Салат из морской капусты дальневосточной. Масса 220 грамм. В составе написано, что морская капуста, это здесь ламинария японская. Также здесь есть кое-какие специи и уксус. Салат из морской капусты стоит 32 рубля 49 копеек. Изготовлено в городе Калининград. Как мы видим, внутри очень много жидкости. Видно, что здесь есть ещё растительное масло. Сейчас попробую на вкус. Сама капуста вроде выглядит нормально. Попробовал этот салат. И во вкусе особо никаких специй не ощущается. Сильнее всего ощущается именно вкус самой морской капусты. Единственное, наверное, что ощущается, то, что здесь есть уксус. Но он как-то вот весь вкус не перебивает. Нет, капуста тоже здесь очень хорошо чувствуется. Но я думаю, что всё равно вот у любого салата, подобного из морской капусты, вкус специфический. Это не белокочанная капуста. Здесь совершенно другой вкус. Мне он, если честно, не особо нравится. Я не особый любитель вот такого салата из такой капусты. Но, тем не менее, я думаю, что для своей цены качество вполне нормальное. Потому что, если купить какой-нибудь и более дорогой салат, то далеко не факт, что он будет лучше. Рулет бисквитный клубника. Состав здесь очень-очень длинный. И в этом составе куча всяких добавок. В том числе красители, консерванты и ароматизаторы. Масса рулета 200 грамм. Рулет бисквитный. Стоимость 41 рубль 49 копеек. Изготовлено в Московской области. Город Раменское. Внутри мы видим здесь небольшое количество крема и также небольшое количество джема клубничного. Попробую на вкус. Рулет вкусный. Он сладкий. Крем тоже вкусный. И джем вкусный. Но только что вот сам бисквит немножечко суховат. По вкусу, в общем, мне все понравилось. Единственный минус то, что в составе очень много всего искусственного. Сырок глазированный. Это продукт молокосодержащий, заменитель молочного жира. В составе молоко обезжиренное, восстановленное из сухого. Есть еще масло сливочное. Ну а заменитель молочного жира, он делается из растительного масла. Состав здесь очень длинный и здесь куча всяких добавок. Также здесь еще есть немножечко черники. Стоимость сырка 11 рублей 19 копеек. Адрес производства Московская область, поселок Быково. Посмотрим, что из себя будет представлять в разрезе этот сырок. Вот это черничная начинка. Ее здесь не особо большое количество. Попробовал этот сырок. По вкусу неплохо. Но чувствуется, конечно, что эта творожная масса сделана из нечистого творога. А именно еще с добавлением всяких там растительных масел. То есть вот сама вот эта вот начинка, она чувствуется, что это творог ненастоящий. Хотя и в целом вкус довольно-таки приятный. Шоколад здесь, кстати, тоже ненастоящий, потому что он сделан с заменителем масла какао. То есть здесь одни сплошные заменители. Вкус нормальный, есть можно. Но, как бы, скажем так, вот по своему составу и по той пользе, которая может принести этот сырок, конечно же, в общем, ничего хорошего в нем нет. Друзья, если вам понравилось это видео, то ставьте лайк и подписывайтесь на мой канал. Всем большое спасибо за внимание и до новых встреч.